Как слон в посудной лавке, по-другому и не назовешь результаты прокладки нового водовода в Твери. Работы по улучшению качества водоснабжения обернулись полным разгромом большей части проезда Кутузова. Теперь он превращен в сплошное месиво из остатков асфальта и грязи. При этом прохожие рискуют то тут, то там свалиться в глубокие провалы, заполненные водой. Проезд Кутузова в Твери, начиная с субботы, можно было смело переименовывать в бассейны. Из-за вот таких водоемов, образовавшихся сразу в нескольких местах. Правда, купаться в них нельзя, да и грязь повсюду не лечебная, а самая обыкновенная, смешанная с обломками асфальта. Все это результат прокладки 800-миллиметровой трубы нового городского водовода. Работы здесь решили вести методом горизонтального бурения под землей. Однако что-то пошло не так. С пятницы в субботу они вот работу проводили, но как бы в результате динамического удара произошло выброс воды в трех местах, даже в четырех. И затопило этой жидкостью специальной территорией пяти домов. В результате кто-то на следующий день на работу не попал, кто-то в школу. Поскольку вот эта часть проезда превратилась в сплошное месиво. Что хуже всего, пострадали дома и участки. Затопило дом, затопило подвал, гараж, запас, картошка, все это там плавает, да. Затопило участок на огороде, все там плавало. Вот эта яма огроменная была, постоянно обваливалась. Все это страшно. Дом весь сотрясался, это было что-то. Было очень страшно. Любовь Олеговну немного утешает то, что у нее есть страховка, хотя эти выплаты поди еще получи. Однако так не у всех. И одним подтоплением дело не ограничилось. У кого-то посыпалась штукатурка с потолка и начали отваливаться обои. У некоторых ущерб был нанесен самим зданием. Причем еще на стадии строительных работ. Вбивали трубы и это все содрогалось. И по фасаду трещина сверху донизу прошла. Как таковой ликвидации последствий ни на первый, ни на второй, ни на третий день не было. Несколько суток люди утопали в грязи. Во вторник она, правда, замерзла. И по проезду стало более-менее возможно пройти. Однако вопрос безопасности все это время не был решен. Провалы оставались еле огороженными. А земля по их краям подмыта. И асфальт держался на честном слове. Если ребенок идет, он просто нитку поднимает и идет на этот асфальт, под которым нет земли. Земли там нету где-то метра два. То есть если ребенок провалится вдруг, ну понятно, что мы следим за детьми. Но факт, что безопасности нет никакой абсолютно. Когда готовился этот репортаж, местные жители сообщили нам, что только в среду воду из провалов откачали, а их засыпали. Правда, одна яма осталась. Так как выяснилось, что горе-водопроводчики оборвали еще и телефонный кабель. Однако людей очень волнует вопрос полного восстановления как домов, так и асфальта. Чтобы прокладка нового городского водовода по проезду Кутузова не стала полным провалом в прямом и переносном смысле.